Спасибо, что сегодня вы пришли на эфир, который посвящен Сакуре в искусстве и культуре Японии. Я думаю, что многие будут смотреть его в записи, но если вы сегодня придёте онлайн, я вас приветствую. Очень рада видеть всех, кто сейчас подключается к этому эфиру. И я бы хотела вообще сначала с вами, конечно, познакомиться, потому что мне очень интересно о вас узнать, были ли вы в Японии, видели ли вы Сакуру, может быть, в Японии или в какой-нибудь другой стране. И пока все подключаются, мы подождём, пока нас соберётся хотя бы немножечко ещё побольше человек. И я расскажу о себе пару слов. Меня зовут Анна Пушакова, я искусствовед, востоковед. Сейчас я преподаю в высшей школе экономики и в Московском городском педагогическом университете искусства и культуры Японии. И когда ко мне обратились организаторы марафона, конечно же, первое, что ко мне, какая тема мне пришла на ум, это, разумеется, сакура, цветение сакуры, потому что, наверное, Япония ассоциируется в первую очередь именно с этим растением. И я бы сегодня хотела поговорить о том, что символизирует сакура в искусстве и культуре Японии. Я вам немного почитаю стихов и, конечно, покажу довольно большое количество произведений искусства с изображением сакуры и свои фотографии, которые я сделала в Японии в одной из своих поездок. Я сама жила не в Японии, я живу в Москве, как вы, наверное, уже поняли по списку университетов, где я преподаю. И в Японии я регулярно бываю по работе, но последний год, к сожалению, не получилось, как у многих, выехать. И последний раз я была в Японии в прошлом году в январе, то есть ровно год назад, но с тех пор очень многое изменилось. Цветение сакуры застать, конечно, в Японии оно происходит в определенное время, но цветение сакуры может очень сильно сдвигаться на несколько недель вперед или назад, в зависимости от года. И поэтому публикуются прогнозы цветения сакуры. Я вижу, что к нам довольно много уже людей присоединилось. Я вас еще раз хочу поприветствовать. И продублировать свой вопрос, который я задала в самом начале. Расскажите, пожалуйста, откуда вы подключаетесь к этому эфиру? И были ли вы в Японии на цветении сакуры? Или видели ли вы сакуру где-то еще помимо Японии? Потому что я знаю, что во многих городах Европы есть сады с сакурой, есть даже аллеи. Очень часто японское правительство дарит сакуру разным другим правительствам. И, соответственно, те высаживают растения на своей территории. То есть есть целые парки, которые буквально спонсируются правительством Японии для распространения культуры Японии. В Москве вот таких больших парков сакуры нет, к сожалению. Но можно посмотреть цветение сакуры. Есть одно маленькое деревце совсем в аптекарском огороде. И несколько деревьев побольше в Японском саду на ВДНХ. Очень советую туда пойти, если вы там ни разу не были. Единственное, там бывают очень большие очереди. Тоже нужно смотреть обязательно на сайте, когда у них будет цветение. Так вот я вижу, у нас интернациональный сегодня такой состав. Есть и Мюнхен, и Израиль, и Санкт-Петербург. Смотрите, из Германии сразу несколько человек. Причем из одного и того же города. Минск, Ставропольский край. Я знаю, что есть слушатели, я просто знаю, по никам из Японии. И из разных других городов, в том числе небольших городов, которые находятся на территории самых разных стран. В общем, я очень-очень рада вас всех видеть. И я смотрю в основном комментарии, что нет, не видели. Но, возможно, в ближайшее время, наверное, у нас в этом году, я думаю, мы все, кто не в Японии, не сможет насладиться цветением сакуры, потому что пока границы закрыты. Но, может быть, в следующий год и в последующие годы все получится. Единственное, с авиабилетами нужно понимать, что покупать заранее авиабилеты на сакуру – это большой риск. Потому что, например, в этом году цветение сакуры не бывало раннее. Вот сейчас, если вы подписаны на людей, которые живут в Японии, я не знаю, я подписана на десятки таких людей. И просто я каждый день вижу эту сакуру в нереальных количествах. Эти потрясающие фотографии, видео с улиц. И просто очень хочется туда, но, как вы понимаете, невозможно это сделать. И это очень раннее цветение сакуры. В те годы, когда я попадала на цветение в Японии, оно было в апреле, вот таком в полном цвету. Давайте я вас спрошу, как вы думаете, сколько по времени цветет сакура? Ну, пока мы уже подключаемся, да, довольно много людей уже у нас. Я пока покажу несколько изображений. Вот, например, такое. Давайте я вас спрошу, как вы думаете, что это? И заодно, да, еще раз спрошу, как вы думаете, сколько цветет сакура по времени? Если вы вспомните, как цветут вишни, например, в России или в других городах, то, наверное, вы сможете примерно сопоставить время цветения, потому что оно не сильно отличается на самом деле. Вот я вижу одна неделя, одна неделя. Я думаю, что пик приходится где-то на четвертый-пятый день, и шестой-седьмой уже поменьше цветов, но тоже зависит от сорта. И сортов сакуры в Японии высажено очень много. Сакура специально культивировалась, да, для того, чтобы быть очень красивой, и чтобы это было, да, именно за визуальную составляющую очень любили японцы сакуру. И поэтому есть много разных видов цветущих деревьев, и у них разные характеристики, и, ну, все равно продолжительность цветения примерно одинаковая. Вот я смотрю недели две. Вот мы говорим про одно отдельно взятое дерево, так чтобы понимать. А в целом время цветения сакуры, оно может быть достаточно длинным, ну, более длинным, да, чем там 5-6 дней, потому что разные сорта сакуры зацветают в разные дни. И, например, есть более морозостойкие сакуры, есть сакуры, которые требуют больше тепла. В общем, получается, что одно дерево, да, один сорт немножечко сменяется другим, потом третьим, но все равно примерно в одинаковое время все цветет, и, опять же, есть прогнозы цветения сакуры, которые публикуются в японских средствах массовой информации, в том числе сейчас в интернете все это доступно. И можно вместе с сакурой ехать с севера на юг. Она зацветает все время, ну, в определенные дни, да, и можно прям, если есть возможность, 3-4 недели путешествовать, можно застать сакуру по территории, ну, по большей части территории Японии, проехав. Опавшие листочки цветов, да, и причем эти опавшие листочки цветов, они нигде не будут на земле, например. Это моя фотография. Это водоем. То есть это пруд, в который буквально осыпается, осыпаются тысячи лепестков, и это, ну, что-то невероятное. Конечно, это надо своими глазами видеть, хотя бы раз поехать. Я очень-очень желаю вот каждому из вас, от всей души, честно, от самого сердца, однажды побывать в Японии именно на цветение сакуры, потому что ни одна, к сожалению, фотография этого не передает. Я сама, при том, что я была достаточно готова к тому, что я увижу, все равно у меня, мне кажется, от этой красоты я отходила до сих пор уже. Вот я помню, как вчера, первый раз, когда я попала на цветение сакуры в Японии, насколько же это было красиво. Сейчас я вам покажу еще несколько фотографий. Ну, давайте вот это, например. Это все пока мои фотографии. Пока мы ждем, что к нам побольше людей присоединиться, я вам буду показывать уже предметы искусства. Пока покажу вам сакуру моими глазами. В центре Токио, если мы говорим о Токио, есть несколько мест, куда можно пойти полюбоваться цветущими деревьями. Некоторые места немножечко неизвестны туристам, потому что местные стараются сильно об этом не распространяться. И люди, ну, есть такие места очень-очень красивые, где туристов не так много, но на самом деле, если идет цветение, да, в силу, в полную, то люди будут везде. И в этом смысле в этом году, конечно, туристов мало, поэтому японцы в полной мере сами наслаждаются цветением сакуры. Давайте посмотрим еще пока фотографии. Вот, например, тоже мне очень нравится этот снимок. Это лепестки сакуры, которые просто на земле, да, лежат. Цветение сакуры очень часто сопровождается дождями. Дожди бывают в это время года в Японии, и вместе с дождем, да, вот эти лепестки опадают на ветру, и тут же дождь прибивает их к земле, и они становятся такими полупрозрачными. Это, конечно, очень красиво. И я вам сейчас покажу еще одну свою фотографию, как сакура опадает в лужу. То есть даже просто опавшие лепестки, которые падают вот так, кружаясь в обычные лужи, это все равно очень-очень красиво. Наблюдать за этим можно очень долго. И очень жаль, что сакура так быстро облетает. Давайте я вам еще покажу. Обратите внимание, да, вот на эту форму лепестков. Сейчас я вам другую покажу, другой сорт. Видите, он совсем по-другому облетает. А время примерно одно и то же. Там разница в несколько дней между этими фотографиями. И это разные деревья, как вы видите, разные сорта. У них разные лепесточки. Есть лепесточки с более выраженными зазубринками, как здесь. А есть лепесточки, которые, ну, немножечко похожи на нашу вишню. И в произведениях искусства по форме лепесточков можно примерно ориентироваться, когда вы пытаетесь различить изображение, или это изображение сливы цветущей, или изображение сакуры. Я вам чуть позже покажу два произведения в сравнении, чтобы мы с вами посмотрели на форму листочков тоже. Давайте еще несколько фотографий вам покажу. Я много приготовила. Вот такая Япония, почти как в аниме. Это просто обычная улочка. Тоже моя фотография. Кто-то едет на велосипеде, кто-то едет просто пешком. Вот эти кучи проводов, которые в небо застилают буквально, потому что все коммуникации проложены поверху. И цветущая сакура. Просто отдельно стоящее дерево где-то в переулке. В самом обычном переулке, далеко от центра где-то, но вот такая красота. И это просто красота повседневности. И когда ты попадаешь на улицу Токио, в цветение сакуры, конечно, очень много где можно встретить вот такие деревья. Сейчас я вам еще покажу. Это уже прямо самый центр будет. Ну вот, допустим, вот так. Конечно, вот этот контраст современности, да, и вот этих новых технологий, как мы любим это называть, и старой Японии с ее любовью к цветению сакуры, который можно преследить на столетие, да, оглянувшись на столетие назад. Я вам буду рассказывать сейчас, как это все, собственно, развивалось с течением времени. Конечно, это, с одной стороны, нам показывает то, насколько японское общество традиционно в своем вот этом внимании к природным деталям, к сменам времен года. А с другой стороны, я бы тут хотела немножечко сделать акцент на том, что Япония разная. Япония — это не только, не знаю, небоскребы и новые технологии, какие-нибудь роботы, которые, не знаю, роботы-собачки. Хотя вот я в прошлом году как раз на выставке с роботом-собачкой айбо играла, очень прикольно. Но на самом деле Япония очень разная. И тоже, как Москва, это не Россия, точно так же и Токио, и Киото — это еще не вся Япония. Япония разная бывает. И вот эти маленькие дома на окраинах, да, если уехать от Токио даже на несколько часов, совсем небольшие деревушки, да, города с одноэтажной, двухэтажной застройкой, утопающей в цветах, это, конечно, такой визуальный опыт, который действительно не забываем. Давайте я вам покажу еще несколько фотографий, пока мы все опять же собираемся. И я вам хочу вот эту, например, фотографию показать. Это уже центр Токио. Такая красивая цветущая сакура с очень тяжелыми ветвями, которые как бы свисают, да, похоже на иву. Вот этот вид сакуры действительно у него, он называется даже, если вы по-английски, например, посмотрите, перевод «willow cherry», значит, вишня-ива, плакучая вишня, если можно так сказать. Это действительно очень красивое растение. Я вам буду показывать, когда произведение искусства, там как раз вот такую сакуру очень любили изображать, потому что она очень живописна. Вот эти длинные спадающие ветви с цветами, которые буквально усыпают эти ветви сверху донизу, или наоборот, несколько ветвей, которые спадают вниз, и совсем-совсем немножечко цветочков. И все это, в зависимости от того, какую цель ставит перед собой художник, может воплощать вот эту идею буйства весенних красок. Вот знаете, японцы, чем мне нравится искусство Японии, ну понятно, что это моя специализация, я преподаю искусство Японии, да? Я в Музее Востока работала пять лет, хранителем коллекции, разумеется, это вот мое все. И когда я смотрю на произведение искусства, которое создают японцы, это к Китаю тоже относится, но вот в Японии это в абсолют возведено, когда через один единственный цветок художник может передать цветение аллеи. Это вот описать словами невозможно, но мы с вами сегодня посмотрим, я надеюсь, что вы в этом убедитесь. Я вижу, что было несколько вопросов. Япония, Сакура, Хоку, конечно, будет у нас сегодня, будут стихи. Я вот приготовила такую книжечку, которая называется «Бабочки и хризантемы». Это японская классическая поэзия, и эту книжечку выпустило издательство «Эрмитаж», насколько я помню, я ее в «Эрмитаже» покупала. Нет, это издательский дом «Арка», но покупала я ее в «Эрмитаже». Да, и здесь как раз, кстати говоря, стоят копирайты, что это «Эрмитаж», то есть это, видимо, их совместный проект. И если вы... Она на самом деле много где продается, я вам ее советую приобрести, если есть возможность. Она маленькая, совсем и стоит недорого. Называется еще раз «Бабочки и хризантемы». Японская классическая поэзия 9-19 веков, то есть тысячи лет японской поэзии. Здесь сгруппированы по временам года. Начинается все с весны, и дальше идет до лета, осень, зима, как, собственно, идет смена сезонов. И каждому сезону посвящены отдельные стихотворения. Я вам некоторые зачитаю, чтобы мы с вами проследили, как весну сами японцы представляют во стихах, потому что не хватит нам, конечно, времени очень глубоко и подробно изучить японские стихи, потому что это достаточно сложная тема. И если у вас есть возможность, я очень советую пройти курс Александра Долина. Это профессор высшей школы экономики, очень известный ученый, переводчик, который читает курс бесплатно по японской поэзии. Вот сейчас на платформе «Открытое образование». Поэтому я бы вас направила туда, если вам это интересно. Можно послушать совершенно бесплатно и познакомиться с творчеством японских поэтов. Я же расскажу немножечко о том, как устроены стихи, но чуть-чуть попозже, пока посмотрю ваши вопросы. Вот хороший вопрос. Полудоносит ли сакура? Вот давайте я вас спрошу, что в сакуре можно съесть? Съедобна ли сакура? Вопрос с подвохом, на самом деле. Я вам сейчас покажу произведение. Я даже не знаю, вообще-то это сладость, но он нелетко в произведении искусства. Это японские конфетки. Японские конфетки, которые, честно говоря, не очень вкусные, потому что они не очень сладкие. Ну, это на любителя, конечно. Если вы ожидаете от конфет, что это будет что-то со вкусом шоколада, то это не тот случай. А японские конфеты, ну, да, опять же, я не могу сказать, что они совсем невкусные. Но у меня есть ребенок, да, который... Мы были с ней в Японии впервые, когда я была 4 года. Я помню, что она отказалась есть японские конфеты. Мне кажется, это о многом говорит. Сейчас она постарше, конечно, совсем другое восприятие, но я прям помню хорошо, что если ребенок отказался есть японские конфеты, то как бы, да, можно сделать вывод о вкусовых свойствах этих конфет. На самом деле японские конфеты, японские сладости, они красивые. Они безумно красивые, и от этого их даже немножко жалко есть. Но японцы очень любят сезонность, смену сезонов, и это очень хороший маркетинговый ход на самом деле. И многие компании к нему прибегают для того, чтобы увеличить продажу. То есть, смотрите, допустим, продается... Классический пример. Продается шоколад Киткат, который япония очень любит. Китто Катто одержать победу, значит, и Киткат с кучей разных вкусов в Японии. Существует их больше, по-моему, больше двухсот даже. Некоторые из них коллекционные. В общем, Киткат, да, вот эти шоколадки выходят лимитированными сериями очень часто в определенные сезоны. И, соответственно, шоколадка-то почти одна и та же, но там что-то немножко меняется, да, но не глобально. Хотя на самом деле там они разные есть. Ну, мне кажется, что вкуснее, чем матча Киткат, нет ничего. Ну, что-то я отвлеклась. В общем, шоколадки Киткат — это очень хороший такой классический пример маркетинга, потому что они... Каждые несколько недель происходит смена сезона, что-то новое появляется. То есть, например, зимой там сезон клубники, потом клубника отходит на второй план, появляются какие-то другие, да, ну, какие-то другие специалитеты. Ну, весной, соответственно, сакура, понятно. Осенью может быть тыква, может быть каштаны, ну и многое другое. И фактически, меняя вот эту упаковку, да, немножко меняя содержимое, можно привлекать новых покупателей, можно больше продавать, потому что тут еще предложение, которое ограничено во времени. Купи сейчас или не купишь вообще? И поэтому в этом смысле японский маркетинг очень безжалостен и беспощаден. Вот если есть время, когда выпускают все продукции с сакурой, она вся одновременно выходит на рынок, да, а потом, когда, опять же, приходит время все это свернуть, оно резко сворачивается, больше ничего ты с сакурой, ну, как бы в массовом вот таком, да, режиме не купишь. Это все, кто в Японии живут, все это знают, ну, или кто был, прекрасно понимают, да, что есть вот эти определенные временные рамки, когда принято продавать там товары с определенной символикой. Вот это очень интересный феномен, но это, опять же, связано с продажами. Просто продать так удобнее и быстрее, и больше ты продашь, если предложение будет ограничено. Вот и все, этот секрет очень простой. Так, давайте я посмотрю на ваши ответы. Я спросила, можно ли есть сакуру. Написали, все съедобно. Так, сами цветы едят, добавляют во все подряд. Лепесточки, можно. Так, еще ответы. Вот вопрос, плодоносит ли сакура? Вот это очень хороший вопрос. Меня он очень интересовал в свое время, потому что, мне, знаете, какой вопрос, когда я еще не очень хорошо во всем разбиралась, у меня был такой вопрос, а где же сакуровое варенье? Почему нет варенья из сакуры? Вот именно из самих плодов почему нет варенья? То есть понятно, что лепестки, это очень красиво, лепестки добавляют куда только не, это безумно привлекательно с точки зрения внешних факторов, но вопрос, насколько здесь передается вкус. Это красиво или вкусно? Я бы сказала, что это скорее красиво, потому что нет вот такого, знаете, яркого выраженного аромата, как у розы. Например, я не знаю, кто сакуру нюхал, но я не помню, чтобы у нее был прям вот такой очень сильно выраженный запах. Возможно, какие-то отдельные сорта пахнут, но это, опять же, да, не сравнится по силе с действительно такими очень сильно пахнущими деревьями или цветами. Но при этом можно сделать, естественно, выжимку, экстракт, да, и использовать его как парфюмерную отдушку. Это тоже такая, ну, возможный вариант использования. А вот дальше. Сакура, это же вишня. Все правильно, это вишня. Вот вопрос в том, можно ли, да, можно ли эту вишню есть? И есть ли она вообще, эта вишня? Кто-нибудь видел вишню, вишню сакуру? Дело в том, что сакура изначально, да, вот все эти деревья, которые выводили селекционным способом для того, чтобы ими любоваться, их максимально, да, селекционировали так, чтобы у них был очень красивый цвет, ну, в плане цветы, да, цвет, как цвет деревьев, не цвет, как красный, зеленый, черный. Это, ну, как бы, да, ценились лепестки, ценились бутоны. Давайте я вам покажу, что я буду рассказывать. Так, я вам сейчас просто покажу свои фотографии сакуры. Вот это тоже сакура. И есть и другие сорта, она вся очень разная бывает. Бывает вот такая, бывает, ну, такая классическая, давайте я вам сейчас покажу, наверное. Ну, такая, например, бывает. В общем, разная. И ценилась что? Ценилась именно красота самих цветов. То есть всё уходило в цвет, да, в цветение. И очень-очень мало что оставалось на зависть. И в итоге зависть отпадает. То есть сакура, по большому счёту, это пустоцвет. Вишенки на ней, вот такие, как вот наши, да, вишни, которые можно в вишнёвое варенье делать, они не появляются в масштабном количестве. Я слышала, что есть такие сакуры, где вишенки есть. Но это, наверное, какие-то единичные сорта. В основном всё-таки речь идёт о том, что сакура очень красиво цветёт. Потом вся эта красота опадает. И тогда следующего года мы ждём, когда появятся новые сакуровые лепестки. Я вот сегодня пост, например, у себя в Инстаграм написала. Кто меня не читает вдруг, ну, мало ли вы, я знаю, на многих подписывали спикеров. Мой Инстаграм так и есть, да, мой ник. Анна Пушакова. И я сегодня выкладывала вот эти работы, сейчас я вам покажу, вот это, да, это инсталляция с сакуровыми лепестками, точнее, это не настоящая сакура, а сделанная из, не буду говорить из чего, кто знает, молчите, кто читал мой пост. Я вам сейчас покажу поближе, и давайте попробуем отгадать, что это за материал такой использован, и почему художник выбрал именно его. Ну, давайте вот так, так сложно отгадать, если честно. Следующую фотографию я вам покажу, там уже будет точно понятно, что это. А здесь вот, как вы думаете, что это? Это художник, да, который вот сейчас прямо эта инсталляция в Японии, её можно посмотреть, 5 мая её уберут, но уберут тоже с весьма своеобразным способом, как оказалось. Давайте посмотрим сначала на сами вот эти лепестки. Как вы думаете, из чего сделаны эти лепестки? Это не настоящая сакура, это художественный объект, каждый лепесток художник создал вручную. Я вам сейчас покажу, как это было, и как шёл процесс работы. Вопрос очень простой. Что за материал? Вот эти белые лепесточки, из чего они могут быть сделаны? Так я вижу, Светлана пишет, я читала. Кто читал, не подсказывайте. Есть на самом деле несколько вариантов, что это может быть. Ну давайте попробуем мука, соль или... Ну мука или соль, давайте так. Два варианта, кто за что. Из соли, я вижу, ответы пошли. Так, ну на самом деле действительно так и есть, из соли. Я вам сейчас покажу поближе, как это выглядит. Я смотрю, там есть уже, читала, читала. Ну вот, надо было сначала вопросы задавать, потом пост повликовать. Ну просто невозможно было пройти мимо. В общем, эти лепестки, каждый, выложены каким образом? У художника была такая форма, да, через которую можно было... Ну у него... Я вам сейчас покажу, как выглядит его рабочий инструмент, честно говоря. Мне кажется, что там есть какой-то клеевой раствор. Но, видимо, очень слабый, потому что потом посетителям предлагают вот это всё собрать. Собрать и в мешочки положить специальные, которые им выдадут в музее. И кто не читал, тоже сейчас я вам задам вопрос, как вы думаете, куда потом это всё пойдёт. Давайте я вам покажу процесс работы и художника за этой работой. Вот тут самая первая моя картинка была. Сакура в искусстве и культуре Японии. Ну вы здесь даже, кстати, можете увидеть, как зовут художника. Но ко мне, если интересно, заходите на страничку. И сегодня вечером я ещё сториз выложу с другими его работами, потому что они тоже совершенно потрясающие. Он работает, создаёт разные скульптуры. Ну, скульптуры, инсталляции, правильнее сказать. Инсталляции, конечно же. Инсталляции соли. И вот в данном случае мы здесь видим лепестки сакуры, которые очень эфемерные и которые, как мы помним, да, пустоцветы. И они, вот эта квинтэссенция приходящести, ну как бы эфемерности в мире в принципе. Сейчас мы достигли пика расцвета, но за расцветом всегда последует спад. На самом деле это очень близко и к китайской философии, которая видит баланс в мире, вот этот переход между состояниями инь и ян. И есть такое понятие, как эмблема великого предела, когда одно переходит в другое, достигая пика, инь переходит в ян и наоборот. Инь и ян — это мужская и женская энергия. Ян — мужская, инь — женская. И это китайская натурфилософия. Я не говорю, что японское цветение сакуры связано с китайской вот этой системой, но в восточных культурах мы видим вот эту любовь, да, и понимание естественного хода вещей. В западном искусстве, наверное, амимента моря очень близко к этому, помни о смерти. Но на создание вот таких образов повлияла очень сильно чума и вообще столкновение со смертью в массовых таких масштабах. В Японии цветение сакуры — это национальное, я даже не знаю, я не могу сказать, что это прям вот национальный праздник, как государственный праздник, да, но это однозначно предмет национальной гордости, да, национального характера, менталитета, если мы можем, да, говорить о японском менталитете. То есть это что-то, что формирует каждого японца, даже если он не хочет в этом участвовать, всё равно это всё его окружает. В маркетинге его друзья, там знакомые встречаются, выпивают под сакурой, и это не явление последнего времени, а появившееся достаточно давно. Сейчас как раз про историю поговорим. Вот я вижу, что есть варианты в море, растворят в воде, да, вот эту соль потом соберут, есть время, на сайте музея указано, что нужно будет прийти в 16 часов, и вы сможете, причём в одежде, в которой не жалко испачкаться, и собрать, чтобы посетители смогли собрать вот эту соль и её как бы развеять потом в море. Да, это очень красиво, и сама идея, конечно, совершенно потрясающая. Вообще соль в Японии имеет определённые ассоциации. Вот давайте, кто примерно, ну, кто в Японии, например, живёт, я знаю, что есть те, кто слушает меня из Японии. Вот соль в культуре Японии, она с чем может ассоциироваться? Например, вспомним такие горочки соли, которые можно встретить в домах японцев. Вот с чем может ассоциироваться соль в Японии? Это я вас спрошу, потом у меня сегодня в сторис ещё будет ответ. Возможно, кто-нибудь из вас покажет в комментариях, да, расскажет об этом. Так вот, по поводу истории любования цветением сакур. Любование цветением сакуры – это давняя традиция Японии, но она какое-то время, в течение нескольких сотен лет, существовала среди аристократий в первую очередь. Особенно это касается Японии периода, допустим, Хэйян 8-12 веков. И в Японии цветение сакуры, оно как бы немножко вытеснило впоследствии любование цветением сливы, которая была в почёте на Дальнем Востоке в Китае, то есть в Китае язычном мире. И в мире, где есть такое понятие синосфера, оно мне очень нравится, это сфера китайского влияния. Китайское влияние, оно захватывает не только иероглифику, потому что, ну, я думаю, что многие знают, что японцы пишут китайскими иероглифами. Мы их сейчас называем японскими иероглифами, но по сути они происходят от иероглифов китайских. И письменность была завезена в Японию в VI веке вместе с буддизмом. И в Японии традиция любования цветущими деревьями, как вот именно времяпрепровождение аристократии, оно связано изначально было с цветением сливы. Потому что слива оценивалась в Китае очень высоко, японцы стремились в культурном отношении быть похожими на китайцев. И, да, это касается, опять же, раннего периода существования японского государства. Мы говорим о времени, допустим, до XII века, даже, скорее, до X. И в Японию сливу привезли из Китая. Сначала это была, кстати, я не помню, красная была слива сначала, а потом белая, или наоборот. Ну, в общем, в Японии стали селекционировать тоже свои, да, выводить сорта слив. А потом японцы, японские художники очень часто сливы изображают. Вот в ранних изображениях японских художников найти сакуру очень сложно. Вот в поэзии сакуры есть, в живописи её не так много. А вот начиная с периода Эда XVII-XIX веков прям наблюдается бум в живописи изображений цветения сакуры. С чем это связано? С тем, что сама традиция любования цветением вишни, вот такого массового любования, да, массовых гуляний, появляется с развитием городской культуры. А происходит это как раз начиная с XVII века. То есть уже большое количество обычных людей, да, горожан появляется, да, Япония очень сильно урбанизируется. И в XVIII веке, в 720 году, да, в 1720 году в Японии проживает, точнее в Токио проживает около миллиона человек. Токио тогда назывался городом Эдо. Вот в городе Эдо, который сейчас носит название Токио, жило около миллиона человек. Это было больше, чем в Лондоне и Париже своего времени. То есть это действительно очень большой мегаполис. И в этом городе большое количество людей, которые там проживали, это были просто обычные горожане, которые составляли внушительную часть японской экономики. И они стали, да, у них появилась возможность отдыхать, гулять. Япония была закрытой страной, выезжать за пределы Японии было нельзя. Были очень развиты путешествия внутри страны. Много людей приезжало из разных отдаленных мест в столицу по разным поводам. И в Японии начинают появляться, я бы не сказала, что это городские парки, но богатые люди начинают открывать сады, либо сёгуну сами повелевают высаживать огромное количество вишневых деревьев для того, чтобы люди гуляли среди этих деревьев, чтобы была возможность у них вот так отдыхать. Вот здесь на этом свитке изображены не горожане, не обычные люди. Это свиток, который создан в единственном экземпляре. И, соответственно, у него был заказчик, да, или как минимум человек, который купил уже готовый свиток, но, скорее всего, он изначально был заказан покупателем. И здесь мы видим аристократов, которые сидят в непринужденных позах, любое, с цветением сакуры. Посмотрите, у них огорожена территория вот такими занавесочками, завесами. И здесь мы можем увидеть, как мужчины в окружении женщин сидят, отдыхают, любуются цветением сакуры. Я вообще сказала аристократ, и сейчас задумалась, не женщина ли это из веселых кварталов сопровождает мужчин. Но в любом случае это непростые люди, да, это не горожане как таковые. Это уже более привилегированные сословия. И здесь мы видим, как, например, им еду готовят в таких коробочках, коробочки лакированные с разными съестными припасами, которые брали с собой на природу. Но то, что сейчас японцы называют бэнто или о-бэнто, в Японии, в старой Японии, да, несколько сотен лет назад тоже существовали такие коробочки, в которые можно было много чего красивого положить. И потом есть эта традиция, никуда не делась. Всё то же самое до сих пор в Японии именно в таком виде существует, просто, ну, выглядит более современно, да. Но идея-то та же самая. Давайте посмотрим ещё на изображение вот этих, например, женщин, которые отдыхают, разговаривают друг с другом, кто-то играет на барабане на таком ручном. Всё очень красиво и очень изысканно. Есть другие работы, например, ну, уже более такие работы современные, вот, например, достаточно недорогая гравюра, которая показывает Японию. Я думаю, что это, я не посмотрела, честно говоря, дату. Судя по одеждам, это либо самый конец 19 века, ну, скорее, наверное, 10, может быть, даже 20-е годы, 20-го века, когда уже японцы носят и западную одежду, и свою собственную продолжают носить, свое кимоно. Как мы видим здесь такой интересный разброс, да, посмотрите, мужчины справа в шляпах, очень люблю это в Японии, и в таких накидках хаори традиционных, и девушки, обратите внимание, в кимоно традиционных и в шарфах, чтобы потеплее было. Мальчики в одежде такой европейского типа, девочки, ну, я думаю, что здесь она скорее в традиционной одежде вместе с, да, другими двумя девушками гуляет, а позади, обратите внимание, есть такие небольшие помосты, на которых можно сидеть и любоваться цветением деревьев, то есть, чтобы не сидеть на земле, да, еще на непрогретой, есть вот такие скамеечки с красным, с красной обивкой, такие скамеечки, или бывают маты, сейчас тоже можно встретить в Японии, не во всех местах они есть, но такие есть, да, локации, где они находятся, и можно, допустим, компанией занять вот такой мат и на нем расположиться с едой, с напитками, многие приносят спиртные напитки, есть даже шутки на тему того, что кому-то больше нравится и спиртное, чем любоваться цветением вишни, но тоже, как бы, да, люди бывают разные, и, соответственно, и желания тоже у людей разные. Как мы видим, да, разница между этими двумя объектами в несколько сотен лет, но при этом, да, традиция продолжается. Ну, давайте я вам еще покажу вот такую, немножко в современности вернемся, вот такого маскота, маскота Сакура покажу, лепесточек цветения, помните, я вам рассказывала, что здесь за зубринками лепесточки, вот мы как раз сейчас давайте обратим внимание на вот эту форму лепестка, и я вам еще обещала показать сливу и Сакуру, как раз давайте этим и займемся. Так, ну, давайте посмотрим на сливу сначала. Вот цветущая слива в изображении восточных художников, и давайте пока я к сливе не перешла, пока, я хочу почитать ваше сообщение и, может быть, да, какие, что-то прокомментировать. Вот Наталья спрашивает по поводу соли с достатком, изобилие, снежная вершина, и вот несколько ответов, на самом деле, правильно, так, по именовению усопших, чистота и очищение. Очистительные обряды очень тесно связаны с солью, и соль, да, именно как, вот по-английски очень хорошее слово, есть purification, обряд мисоги, очищение по-японски, если. Это вообще, в принципе, в синтоизме, да, в Японии есть такое представление о ритуальном очищении, на котором, на самом деле, синтоизм базируется. Не только на почитании природы, не только на почитании, там, допустим, да, своих каких-то отдельных божеств камни, в том числе и рдовых божеств, но и на вот этой традиции ритуального очищения. Отсюда эти омовения на входе в храм, когда нужно, точнее, в святилище, когда нужно руки, например, сполоснуть, и рот тоже для того, чтобы ваши помыслы, да, и ваши действия были чисты, когда вы заходите на территорию священную. Это же касается и соли, которая используется часто как элемент в вот этих ритуальных очистительных практиках. И еще раз покажу для тех, кто к нам только что присоединился, почему я про соль вообще говорю, потому что мы только что рассматривали вот эту работу японского художника, который создал инсталляцию из, кстати, я не сказала, 100 тысяч лепестков, 100 тысяч лепестков сакуры, сделанных из соли. Его история такая, что этот художник, он очень тяжело переживал смерть своей сестры младшей от заболевания мозга, по-моему, рак мозга. И у нее, да, вот эта сама история потери очень близкого и любимого человека и использование соли в инсталляциях, оно идет как бы рука об руку. И вот это ощущение эфемерности, ощущение нестабильности какой-то жизни, да, вот это желание жить моментом, не дожить вот прямо сейчас, в эту секунду, потому что неизвестно, что будет дальше. И всегда, это вечный закон жизни, который невозможно никому преодолеть пока, да, всегда за расцветом последует спад, как бы мы ни хотели. Всегда за молодостью следует зрелость, а потом старость, а потом смерть. И за рождением смерть идет всегда. Это невозможно отменить, к сожалению, да, ну или, я не знаю, это можно с философской точки зрения рассматривать с разных позиций, но пока, да, ни одному человеку не удалось избежать смерти. Ни одному. И в своих работах как раз, да, мы видим, что японский художник Монтои Ямамото показывает именно эту идею, и использование соли здесь абсолютно не случайно. У него потрясающая работа, я сегодня буду еще в сторис показывать уже у себя в аккаунте. И давайте я сейчас вам покажу сливу, как я обещала, потом еще стихи я вам хочу почитать. Вот слива. Слива у художников на Дальнем Востоке это любимый предмет изображения. Почему? Потому что, как я уже сказала, японцы очень сильно ориентировались на китайскую традицию. И из-за того, что китайцы почитали сливу как одно из благородных растений, например, среди благородных растений была еще сосна. Ну давайте я вас спрошу, может кто-то из вас знает, какие еще растения китайцы считали благородными. Их несколько. Есть разные формулы, есть формула 3 господина, есть формула 5 благородных. Но вот есть растения, которые китайцы относили к числу благородных. Давайте, может быть, кто-нибудь вспомнит, какие это растения. Мы пока посмотрим на то, как изображается слива. Слива узнать достаточно просто, если честно. Это такие заскорузлые ветви, очень сильно изломанные. Часто есть один мощный ствол, от которого отходят несколько других отдельных ветвей, которые также изламываются, как будто их со всей силой кто-то развернул. Вот это чувство того, что есть мощь, сокрытая в этих сильных и таких основательных ветвях, стволах, и при этом нежные-нежные листочки, точнее лепесточки. И в них еще часто бывают тычинки внутри. В общем, вот такой, если вы видите, способ изображения. Давайте я вам поближе покажу. Мне кажется, я сделала близкий кадр. Да, вот. Специально, чтобы можно было рассмотреть. То есть мы здесь видим и молодые ветви, и старые ветви, и старый вот этот ствол, часто покрытый, вот это зеленое, это мох, изображение японского художника. И вот это сочетание старого и молодого, это еще один такой, я бы сказала, что это еще один троп восточной культуры, как цветение сакуры, опадание лепестков сакуры. Это напоминание о том, что жизнь приходящая, и за расцветом последует спад. Здесь немножко другая идея. Здесь идея того, что любая старость, даже если нам кажется, что уже не будет весны, уже не будет расцвета, уже все умерло, внутри все равно растения, текут жизненные соки, которых мы не видим, и в конечном счете они вот так распускаются множеством белых цветов. И, конечно, это очень красиво, идея тоже прекрасная. Да, может быть, не настолько хорошо известная на Западе, как идея цветения сакуры, но если посмотреть на стихи японских и китайских поэтов, то сливу вы увидите, я не могу сказать, что чаще я количественных исследований не проводила на эту тему, но как минимум, да, в ранней поэзии цветение сливы будет вот таким очень мощным, да, мощным символом. К тому же, слива цветет первое в новом году, и цветение слива ассоциируется с Новым годом, в принципе, с расцветом, да, с наступлением потепления, с наступлением скором весны. То есть слива, это еще одно растение, которое нам не нужно ни в коем случае забывать, если мы говорим о восточной культуре, просто оно не так известно, как сакура. Так, давайте я посмотрю на ваши комментарии. Лотос. Лотос очень мощный символ для буддийской традиции, я думаю, что вы помните все, да, что Бодхисаттва или Будда часто сидят на лотосовом троне. Лотос, действительно, он не считался благородным растением, да, вот в эти списки, которые составляли китайцы, вот именно список благородных растений, лотос не входил. Но лотос ценился, безусловно, очень высоко на Дальнем Востоке, в принципе, в буддийской традиции, в связи с тем, что, смотрите, есть такой феномен, когда мы говорим о символике, феномен переноса реальных свойств обычного, допустим, растения, да, на его метафизическое, смысловое значение. Попроще, если объяснять, вот нормальный, да, лотос классический, просто с ботанической точки зрения. Он растет в водоемах, даже в загрязненных, и он при этом вырастает красивым, потрясающим, прекрасным цветком, с которого, да, если грязь на него налипает, то она как бы скатывается, да, и она не пристает к этому бутону, потому что они довольно мясистые, эти лепестки, и они покрыты такой, ну, в общем, таким слоем, ну, я даже не знаю, в общем, они так устроены, что с них вот эта грязь скатывается, немножко маслянистая. И также лотос пробивается сквозь толщу воды из ила. Вот эта идея того, что пробиваясь через все земное, человек может, да, несмотря на все страдания, которые его окружают, нас, в принципе, с вами в этом мире окружают страдания, да, и в буддизме идея страдания, она очень сильно выражена с точки зрения того, что есть мир страстей и страданий, да, есть способ прекратить эти страдания, в отличие от христианства, есть способ прекратить эти страдания, если следовать восьмеричному пути, да, то вы выйдете из круга перерождения, из круга сансары, и сможете достичь просветления. Вот эта идея того, что человек в своей жизни проходит через толщу ила, да, вот этого грязи мирской, и находит просветление, раскрывается вот этим лотосом, это главная идея, которая заложена в образе этого цветка в буддийской традиции. Ну, давайте я посмотрю ваши комментарии еще. Магнолия. Магнолия красивая, безусловно, но, к сожалению, в список благородных растений не входит. Сосна-бамбук, именно. Сосна и бамбук, правильно. Гортензия тоже очень красивая, но не в списке благородных растений. Гигроскопичный, вот, да, это хорошее слово. Клематис. Ну, да, но к благородным растениям он не относится. Пион и хризантема. Хризантема относится к благородным цветкам. Пион – это царь цветок в китайской традиции. В Японии, когда пионы изображают, чаще всего апеллируют к китайским сюжетам и темам. То есть, допустим, изображается какой-нибудь очень красивый феникс и рядом какие-нибудь цветы, да. Считается, что фениксы пьют из павлонии, из листочков павлонии, росу, которая на них скапливается. Поэтому часто павлон не изображается. А может ещё рядом расти какой-нибудь очень красивый, такой пышный пион. Это будет аллюзия уже на китайскую традицию, на китайскую культуру. Ладно, давайте дальше. Ну, всё правильно отметили, да. Бамбук, хризантема, слива и, соответственно, орхидеи ещё забыли. Орхидеи. Это в Китае. В Японии орхидеи, кстати, были очень мало распространены в живописи. Давайте посмотрим теперь на сопоставление. Вот смотрите, сверху – это сакура. Вот такой очень аккуратненький, аккуратненькая веточка с цветочками. А снизу – это сосна. Очень изогнутые, да, вот такие прям заскорузлые стволы, покрытые цветочками. Вот, пожалуй, можно так их между собой примерно различать. Так, давайте покажу вам ещё несколько фотографий и почитаю стихи. Вот, например, такие есть две ширмы. Это не парные ширмы. Бывают просто ширмы, которые изначально как пара, да, были рассчитаны для просмотра. А здесь я вам просто показываю их две, потому что я сейчас каждую буду показывать по отдельности сценами. Сразу решил на одном слайде две показать. Это ширмы, которые ставили для украшения помещений. Их можно было переносить с места на место. Там деревянная рамка, и на неё натянута бумага. С обратной стороны шёлк. У нас в Музее Востока есть такие ширмы. Ну, не такие прекрасные, конечно, но японские ширмы есть. Я их сама, хотя я хрупкая довольно-таки девушка, могла переносить из одного помещения в другое. Потому что они действительно не тяжёлые. Вот давайте мы посмотрим на эти растения. Я вам почитаю стихи, которые у меня напомнил в книжечке. И сейчас я вам её ещё раз покажу для тех, кто к нам недавно присоединился. Эта книжка называется «Бабочки и хризантема». Японская классическая поэзия. И её издали при поддержке орбитажа. Как я уже говорила, здесь книга разделена на четыре сезона. Начинаются с весны. Давайте посмотрим. Во-первых, посмотрим на первый разворот. Это изображение сливы. Я думаю, что вы уже можете узнать по вот этим веточкам, что это вот такая слива в сливовом саду. А вот начинается... Первое стихотворение, которое здесь приведено, касается как раз вишни. На горной тропинке вишнёвых цветов лепестки. А я догадаю, откуда бы взяться теперь метели в наших краях? Вот это сравнение падения лепестков с метелью, со снегом, оно очень часто появляется в японской поэзии. Это касается и сливы тоже. То есть опавшие лепестки ассоциируются со снегом, ассоциируются с падением снега. И, соответственно, любое дуновение ветра, оно вот так распыляет эти лепестки, рассыпает их по самым-самым разным уголочкам. Это очень красиво. И у меня есть фотография на эту тему, я вам сейчас покажу её. Это карпы кои, которых я сфотографировала в водоёме. Смотрите, как это красиво. Туда опадают лепестки. Вот прямо сейчас, вот в эту минуту, в эту секунду. У меня видео, к сожалению, нет. Если бы я снимала тогда на видео, то эти бы лепесточки опадали вот просто таким вихрем туда, к карпам. Очень красиво, очень. Давайте следующее почитаем. Так. Вот это хорошее стихотворение. Каков соловей обтирает грязные лапки от цветы на сливе? Действительно. Как он может? Как вообще так можно? Кстати, воробьи у меня тоже есть. Я, правда, не уверена, что воробьи. Сейчас вам покажу. Пока вы там лотос обсуждаете в комментариях, я вижу правильную гидрофобность. Я тоже подумала, что что-то не то. Гидрофобность – правильное слово. Надо мне его запомнить и тоже щеголять. Хотела вам показать птичек, но что-то не могу их найти. Я просто снимала их одновременно с японской парой. Японская пара любовалась на птичек. А вот, найдите птичек. Бабушка с дедулечкой смотрели на цветущую сакуру и любовались птицами. Чуть ли не с руки их кормили. Очень красиво. Это причем все в центре Токио происходило. Дальше. «И есть ли на свете что-либо, чью красоту время не точит? Только цветущие вишни вечно прекрасны весною». Смотрите, как интересно. С одной стороны, автор говорит о том, что здесь есть что-то, что никогда не избегнет этого цикла перерождений. С одной стороны, да, смотрите, есть ли на свете что-либо, чью красоту время не точит? А потом он тут же добавляет «Только цветущие вишни вечно прекрасны весною». Вот это такое противоречие, да, глубокое, заставляет задуматься, почему же время не точит, если вишни прекрасны весною? И почему они, да, выпадают из этого? И выпадают ли? Вот этот момент, да, несостыковка логическая заставляет очень сильно задуматься над этим стихотворением. Я думаю, что здесь речь идёт о том, что любой, любой весною, да, в любой, в любой год вишни будут цвести. И вот эта идея того, что они цветут сейчас, они будут цвести через год, ты умрёшь, они продолжат цвести, и они продолжат быть красивыми, прекрасными в глазах других людей. И даже когда ты умрёшь, природа продолжает свой ход. И ничто не избегает увядания, ничто не избегает смерти, но жизнь при этом всё равно продолжается. Вот это очень красиво, идея прекрасная, да, она отзывается в сердцах любого человека, японец ты, русский, любой, неважно. Потому что вопросы жизни и смерти актуальны для всех. Просто мы иногда стремимся от них уйти в жизнь, не хотим об этом думать, да, пытаемся как-то скрыться от этих мыслей, которые кажутся иногда нам грустными. Но на самом деле, если вдуматься, это порядок вещей, это то, что будет с человечеством, и то, чего нам избежать, к сожалению, не удастся, но сливы и вишни будут прекрасны любой весной дальше, да, пока мы существуем, пока существует тот, кто будет на них смотреть. Ну, опять же, красота в глазах смотрящего. И на этом бы хотелось сегодня завершить нашу беседу. Может быть, у вас есть какие-то вопросы, я бы с удовольствием на них поотвечала, если вдруг что-то возникло. Я смотрю на ваши комментарии пока. Сколько мудрости в нескольких строках, да. И вот этим хороши японские стихотворения, тем они и прекрасны, что они буквально три строки, да, три или пять строк. Бывают более длинные, ну, такие классические, это пять строк или три строки, но в них очень ёмкие идеи заключены. Из-за того, что есть представление о сезонности, да, о том, какие слова использовать, какие образы использовать, получается, что у вас не одно стихотворение на самом деле, а метатекст, когда одно стихотворение перекликается с другим, а то с третьим. И всё это в рамках одной поэтической традиции. Это очень, очень красиво. И я бы хотела, чтобы, наверное, если я сподвигну этим эфиром, чтобы вы начали читать, да, и заинтересовались японской поэзией и японским искусством, японской культурой, я бы да очень рада, если смогла вот это донести. Что посоветовать почитать о сакуре в искусстве? Почитать стихи в первую очередь. И, да, вот через стихи, через культуру языка, литературу приобщиться к пониманию образа этого растения в искусстве и культуре Японии. Мыслим просторно. Вдохновляющий эфир, особенно в такую затянувшуюся зиму. Спасибо. Спасибо. Я очень рада. Спасибо вам огромное. Очень интересно. Спасибо. Я прям очень-очень рада. Мне очень нравится, что вам нравится. И так, такие красивые смайлики, вот эти с цветочками, я их обожаю просто. Спасибо. Так, Вероника спрашивает, как часто вы проводите эфиры? Вас так приятно слушать. Я эфир провожу регулярно в разных марафонах. У себя в аккаунте тоже, наверное, раз в две недели. Также у меня есть своя онлайн-школа, которая посвящена искусству и культуре Японии. Про Китай я тоже рассказываю. И выступаю на радио «Маяк». Где-то меня приглашают каждые, наверное, 4-5 недель как спикера. И вот недавно, например, на радио «Россия» выступала. Ну, в общем, на разных мероприятиях, куда меня приглашают. А так я в университете преподаю в первую очередь. Достойное завершение марафона. Я рада. Тогда я выключаю прямой эфир, завершаю его. И если у вас есть какие-то вопросы, пишите мне, пожалуйста, в сообщение Анны Пушаковой, в мой аккаунт личный. И я буду рада вам помочь. Потому что я вижу, там были вопросы по литературе. Можете продублировать. Я постараюсь помочь, чем смогу. Если кому-то какие-нибудь картинки захотелось, в хорошем разрешении, тоже можете мне написать. Я вам в ответ пришлю эти кадры. Все, спасибо большое. До новых встреч. Приходите обязательно ко мне в эфир. Я буду регулярно там что-нибудь рассказывать, как я обычно это, собственно, и делаю. Вероника, страшно, чаще всего у вас тогда можно в вашем аккаунте слушать? Ну да, конечно. Ближайший эфир, скорее всего, будет во вторник. Но я об этом обычно сообщаю заранее. Так что смотрите сторис, читайте посты и не пропустите точно. Плюс у меня в аккаунте, кстати, есть и ГТВ. И там много эфиров сохраненных. Так что можете посмотреть, туда сходить. Там есть, например, эфир про мангу, есть эфир про китайский язык и китайскую каллиграфию. В общем, много чего там есть. Все, спасибо большое. И еще раз очень рада, что у нас такая приятная беседа сегодня состоялась. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok